А мы приехали в ленту за новой акцией про Гарри Поттера. Пойдемте посмотрим на эту акцию. Смотрите, листовки из новой акции уже повесили везде. Вот они. Зубные щетки Хапика. Это вот зубная щетка моей дочки, а это моя. И сейчас у них появились новинки. Сейчас вам покажу. Кстати, насадки я уже купил, я ими пользуюсь уже больше года. И батарейку только один раз менял. То есть они ультразвуковые щетки. Но они мне прислали абсолютно бесплатно свои новинки. Это зубная щетка для жены. То есть у меня есть своя зубная щетка Хапика. У Миланы. И теперь еще у жены будет вот такая красненькая. Такая же как моя, только другого цвета. Компания называется Рокимед. И это российская и китайская разработка. Зубные щетки Хапика это японские зубные щетки. Ну давайте посмотрим на ирригатор. Есть зарядка. Заряжается ирригатор от USB на microUSB проводы. Так, и вот он сам ирригатор. Он, я так понимаю, раскручивается. Да, опа, раскручивается. Здесь наша сменная насадка, которую мы должны наверх установить. Вот сюда. Опа, устанавливаем. И отсюда у нас как раз таки будет литься водичка. И здесь вот она зарядочка USB от microUSB. Можете зарядить его даже от пауэрбанка. Вот такая зубная щеточка. Насадочка у нас сменная. То есть мы можем снять. То есть три месяца прошло, вы покупаете насадки новые. Та-ра-та-та-та-та-та. Я в прошлый раз в видео делал балет. Теперь посмотрите еще раз на балет. Та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-ра-та-ра-ра. Fujitsu. От такой батарейки у меня 8 месяцев проработала зубная щетка. Вы себе представляете? 8 месяцев. Потом, правда, сюда нужно вставлять хорошие батарейки. Из Икеи подходит идеально. Вот от Икеи у меня работает зубная щетка уже 4 месяца. А самое главное то, что ирригатор в сложенном состоянии занимает 20 сантиметров пространства. То есть его можно с собой взять в самолет, куда угодно. Смотрите, Миланус так расселась сегодня. На боковушке сидеть не хочет. О, смотрите, появились наборы лента. Сколько стоит? 500 рублей. Да, вот такие. И еще конструкторы лента. Сколько? 400 рублей. А, ну тут смотрите, играем в ленту прям целый. И тут камазики есть. Это какая-то мини-лента, помните, была? И тут все это осталось. Водная мозаика. Смотрите, Росмен, игрушки появились. Коллекционные фигурки. Интересно, что там внутри. Герои в масках, я так понимаю. 240 рублей, что-то дороговато. Ну да, это Герои в масках. А давайте возьмем один, посмотрим. А еще смотрите, в чем это прикол. Получается, что ты ее собираешь, мочишь и достаешь. Она слипается и у тебя фигурка такая. Ух ты, нифига себе. Вот смотрите, есть фигурки за товар. То есть мы берем сколько-то там фигурок. Вот в листовке все написано, что нужно, чтобы получить этих. Получается, нужно 5 фуртонян взять и получить одну дополнительную. 2 кашки, 2 кашки, 5 таких кашек, 6 соков. Давайте лучше соки возьмем. 2 чая. Давай сок возьмем, где сок? Давай, зубная паста за одну зубную пасту. А, ну вот смотрите, вообще для малышов. А, ну вот они, эти пирожки всякие. Смотрите, Милана все-таки открыла этих Герои в масках. Но мы его купим, разумеется. Вау. Клади пакетик, Милана, только не выбрасывай пакетик. Пакетик, да. Мы его пробьем на кассе. А вот они, соки, которые можно получить этих Гарри Поттеров. Решили еще и грушу взять, эти пюрешки. 5 штук надо взять, чтобы получить одну дополнительную Гарри Поттера. Милана любит эти пюрешки. А, вот так посмотрите, какая прелесть тут появилась. Такие мягкие игрушечки стоят 150 рублей вот эти. А, да, 150 рублей. О, они еще такие антистрессовые. Смотрите, вот их миллион. Вообще клевые. Так, ну фламинго уже стоит 900 рублей. А, и вот они, эти няшечки-очаровашечки. По 350 рублей. Смотрите, тут белка есть. Есть вот такие. Ой, игрушек полно прикольных. В ленте. Вообще. Смотрите, появились новые куклы Вол. Они даже в этих, чтобы их не сперли, потому что стоят 600 рублей. Кар прайс. О, давайте соберем на этом выпуске 5000 лайков. Тогда я куплю таких шаров. Три штуки, и мы их распакуем. Оригинальных в ленте. О, смотрите, My Little Pony теперь девочки. Я, можно это, извиняюсь. Я, надеюсь, не скажешь, что я это. Вон, играет. Играет, но тихо. В общем, смотрите, тут еще есть кукла Вол оригинальные. 1400 рублей. Маленькие штучки. Потом еще кто это? Happy Place какие-то малюсенькие. В общем, тут много дорогих игрушек появилось оригинальных. Вот даже еще пони вот эти. Девочки, которые превратились. Есть и просто пони за 500 рублей. О, за 300 рублей, смотрите, есть пони маленькая, вот такая прикольная. Вот это прикольная. Ну и к новой акции, смотрите, есть эти пазлы. Гарри Поттер. 129 рублей. 249 рублей. От 6 лет. А, ну это игрушки всякие. Видите, рукодельное мыло можно сделать. Лизунов вроде нет, не вижу. Ну, кстати, смотрите, еще и зубные пасты. Берешь зубную пасту, получаешь этого в подарок. Пакетик с этим, с Гарри Поттером. Давай возьмем с отбеливающими пластинками. Нет, только такой. А, у нас есть такая. Давай фреш тогда. Единственный минус, что нужно брать журнал, чтобы понять, сколько нужно брать товара. Потому что на полках написано просто, типа, берешь товар и получаешь, типа, за одну штуку. На самом деле нет. На самом деле, видите, тут где-то две штуки вот надо взять. Вот йогурт у нас за четыре штуки. Так что надо все журналом разбираться. Я тут снимаю, с вами разговариваю. Ко мне сейчас сзади подошел мужик и начал кряхтеть громко рядом со мной. Ну, типа, чтобы мне стало стыдно, что я тут снимаю в магазине. Может, какой-нибудь охранник, я хрен его знаю. Он вообще странный тип какой-то. Валюша у меня любит брать колготки, влетьте. За 100 рублей. Да? Или за 199. Немного эротики в видео. Смотрите, по акциям, типа, по акциям. Постельное белье минус 5%. Но это не такая уж большая акция. Не, ну, постельное вроде прикольное. Правда, не знаю, как качество, тут не поймешь, какое качество. Валя всегда себя любит брать этот черный жемчуг, вот этот крем для лица, да, получается? Да. И тут за него еще дают фигурки. Так что, может, возьмем, наверное. Будешь брать? По-моему, вот этот. Знаешь, в чем тут фишка? А? 46 лет. 46? А помоложе нету? Нет, здесь просто вот написано, что жидкий коллаген. А где он? Что, разобрали его? По акции Хайнекен стоит 44 рубля. 99 рублей наборчики вот такие. А-ля фикс прайс. Все в одном. Он, кстати, нормально. Смотрите, как много. О, с крышками. Фирменная посуда появилась. Называется Рюэндель какой-то. Рюэндель. Вот эта штука стоит 600 рублей. Вот такая кастрюля 2 литра стоит 849 рублей. И кастрюля 2,8 литра... Что это? 1800 рублей, что ли? Не понял. Что-то дорого совсем. Просто огромные контейнеры для хранения с крышкой. Они на 17 литров идут. 200 рублей. Блин, это нормально, кстати. Валь, вот для приезда надо было что брать. Смотри, 17 литров. 200 рублей, это удобно. Можно то запихать. До сих пор в ленте идут акции на ложки-вилки. Нафиг они такие нужны за такие цены? Смотрите, 2000 рублей. Вот, 2600 набор вилок. С наклейками будет, ну сколько он там стоит? 1000 рублей. А не, 700 рублей с наклейками. Ну, это же вообще дебилизм. И до сих пор у них есть тематика для девочек и для мальчиков. То есть у мальчиков тут футбол всякие, стиралки. Ну, такие школьные принадлежности в футбольном стиле. И у девочек тоже только в девочем стиле. Видите, тут всякие пенальчики. Вот какие-то эти. Брелочки. Здесь тоже ловость. Ну, в общем, много всего интересного. А нам еще нужно будет купить себе раскладушку. Я вот не знаю, где лучше купить раскладушку. В Обе, в Икеа или в Ленте? Ну, мне кажется, конечно, в Икеа раскладушка, наверное, хорошего качества. Здесь я раскладушки пока вообще не вижу. Единственное, что-то мы пока не можем найти, где эти журналы продаются для новой коллекции. Что-то нифига тут хрен, что найдешь. Сейчас будем искать. Хочется это снять уже все сразу. А, ну и тут много, смотрите, этих всякой техники для дома. Есть типа это электрожаровня, миксеры всякие. Но вообще, честно говоря, в Ленте вот такие приборы, они качество так себе. У нас, наверное, все, что было, все сгорело. Камин у нас там сломался, наверное, за два года. Одна функция. То есть раньше у него было два режима работы, у камина сейчас только одна работает. Так что камин не советую. Потом. Что еще у нас было? Для волос какая-то штука. Накручивать кудри женщине для волос, короче, это фен. Он тоже загорел за два года. Так что, не, ну два года служат, но дольше нет. Смотрите, даже телек есть. Десять тысяч стоит. Бее. Вау, какие прикольные подарочки. Конфет стоит по 200 рублей. Вот такие коробочки. Не, не открывается. Не смогу вам показать, к сожалению. Но выглядит очень красиво. И лента печенья какие-то, сэндвичи. А, внутри там начинка. Ну и в ленте очень красивые тарелочки. Давай, Лёш. Посмотрите, холодное сердце. Какие узоры тут. Мялочка. Не, ну цены, конечно, 200 рублей за тарелку. Что она? Мялочка? Да. Вау. Кто еще такую же сковородку купил себе в Икеа за 800 рублей? А, не, не, не. Здесь чугун, прям полностью чугун. У меня чугунная поверхность только сверху, а снизу сталь. Ну, 2 300, не знаю. Смотрите, кроссовочки по 800 рублей. Ну, конечно, тоже они так себе. Не, оно вообще пойдет. Я думаю, они год отходят. А Валя хочет себе сапожки. Ну, дорого. 600 рублей за такие сапоги. Они что, шалели что ли? Это же галоши обычные. А, ну внутри стелька, смотрите. Маден шина, да? Как всегда. Подушки 800 рублей. Одеяло полторашка по 1600. Ну, 1600 что-то как-то... Мы, Милане, получается, берем одеяло в Икеа за 800 рублей. Полторашку. О, медики появились. Приниматели. Ну, у нас медик есть из деревни. Мы привезли целую банку большую. Хотя, вот если, смотрите, мед фитнес, типа такой обезжиренный. Мед фитнес. Ни разу не пробовал такой. С орехом, наверное, вкусно должно быть. Что-то еще. В ленте постоянно все переставляют, потом хрен еще найдешь, что нужно. Мы, кстати, Новый год всегда себе берем Мандору. 1200 рублей. На Новый год обычно она по акции идет. Посмотрите, по акции Ферри 50 рублей. То, что нам нужно. Нам как раз надо. Тогда нам нужно ромашку. Ты хочешь ромашку? Понятно. Переделываемся. Женщины не понять. По-любому она одинаковая. Лучше ромашки не станет. Ну, ладно. Жалко брефа нет по акции. Мы тут обычно бреф берем. 200 рублей не... Он бывает в пятерочке продается за 89 рублей по акции. Так что здесь невыгодно сейчас брать его. У нас, бляхомуха, в квартире наступила зима и появились тараканы. Раньше никогда их не было. Я как-то их травил давно вот этим раптором. Кстати, убил. Стоит 200 рублей здесь. Потом мы еще пользовались вот этим раптором. Что-то я мазал-мазал. Вроде как они все равно есть. Но, конечно, меньше их. Сейчас возьму попробовать Комбат. Кстати, стоит он 322 рубля. Дорого. Но надо пробовать. Тем более, эта штука, видите, вызывает у них эпидемию. Типа они там лапками... Нифига себе, ласка 700 рублей. 3 литра. Вот это размер. На большую семью. И причем, смотрите, даже все вкусы есть. Смотрите, у Редмонда даже есть робот-пылесос. 5000 стоит. Обалдеть. Ну да, пылесосы становятся уже такие доступные. Потом освежители воздуха. Или что это? А, увлажнитель воздуха. Шоколадный фонтан. О, кстати, народ, пишите, если хотите, чтобы я протестировал шоколадный фонтан из ленты. Можем сделать какие-нибудь трэш-выпуски, как делал этот Бойко или что-нибудь такое. Сделал фонтан там из Ферри и все такое. Ну вы меня поняли, короче. Дебилизм позаниматься. А, вот он. Брэх 69 рублей. Вот это берем. Вот это берем. Да, сюда. Кстати, мы тут на днях в магните взяли дядя Ваню закуску. Блин, какая она вкусная. Прям вообще класс. И состав такой хороший. Так что думаю, может, что-нибудь с дядей Ваней возьмем еще. Ну не знаю. О, есть она? А, вот она закусочка. Вот такую мы брали. 89 рублей сейчас стоит. Вкусная. Давай ее и возьмем, да. А вот она и альбом Гарри Поттер. Стоит возле кассы. 200 рублей стоит. О, берем. Мартини по акции. Когда мы учились в Технаре, мы частенько покупали. Ну когда с девочками там тусили. Было раньше вкусно. Не знаю, как сейчас. Испортилось, не испортилось. 439 рублей. Мы, по-моему, покупали в свое время рублей за 250-260. Кстати, все хвалят эти лимонады. 79. А нет, сколько они стоят? Напиток Калинов. 29 рублей. 30 рублей стоит, смотрите. Смородина, дыня, сибирские травы. Все их хвалят. Ну, просто я не пью лимонады. Вообще никакие. Так что и соки не пью. Только воду. Чай, кофе. Так что не буду брать. Так, а тут у нас отдел с шоколадками. Шоколадки я тоже не ем. А сколько в вашем городе стоит нутелла? 350 грамм, у нас 222 рубля. В пятерочке, по-моему, еще дороже. Давно я не ел. Но это тоже кака. Можно взять нутелла-заменитель за 60 рублей. О, лентовский стоит 150 рублей. А, Милана любит вот эти штуки, да, убирать себе с трубочкой. Пипец, это штука стоит не 150 рублей, а 500 рублей. Жесть какая. Вау, смотрите, у нас в Лентик делают какие-то секси-булочки. Вообще красивые. Смотрите, браун с шоколадом. 54 рубля. Вань, не хочешь браун с шоколадом? Внутри которая. Шоколад. Смотрите, Лента стала делать свою пиццу. И сколько стоит? Получается... 129 рублей вот такая пицца где-то в среднем. Но выглядят они не очень, честно говоря, внутри. Упаковка красивая, но выглядят не очень. Ну и знаменитая наша лентовская кулинария. Стоит она очень дорого. Мы так из кулинарии покупаем, туда-сюда пару салатиков рублей 600 вышло. Так что это жесть, конечно. Не, ну зато тут вкусно делают. Ну сильно жирно. Тут прям жира очень много, масла. Здрасте, а есть какой-нибудь без мяса вкусный? Без мяса? Ну это есть как капуста. Все остальные с курицей, с говядиной. А с рыбой есть что иметь, не? Смотрите, есть даже салат с этим, с икрой. Ну вот, что я и говорил. Взялся салатик, золотая рыбка. Маленький этот, маленькую коробочку, единичка самая маленькая. 250 рублей вышел салаток. А там, наверное, ну тарелка салата. Да, наверное, пол тарелки салата. Тут всякие мясные штучки, приколюшки вкусненькие. Смотрите, молоко Пармалат, самое знаменитое молоко, которое в Макдональдсе используют. Своих знаменитых кофе, молочных коктейлях. Это именно оно. 62 рубля по акции, вообще класс. Еще в ленте такая всегда прикольная музычка. Не знаю, слышите вы это сейчас или нет. Прислушайтесь. Как прожить в нашей ленте на 50 рублей? Ответ никак. Потому что здесь нет таких штук на развяз. Еще в ленте просто дофигища свитбоксов. И пони. О, кстати, пони сейчас по акции 115 рублей. И фиксики, и тролли. Да, вообще полным-полно. А мы уже дома, смотрите, купил вот этот лоток здоровенный из ленты. 200 рублей он стоит, да, Валя? Да. Вообще классный. Кстати, столько народа его убрали. Да. Там еще есть маленькие, такие же, но поменьше. От тараканов эту штуку взяли. Кстати, давайте ее откроем, посмотрим, что там. Были в 4 лапы. Зашли там у нас в ленте есть 4 лапы магазин. Купил за 700 рублей вот такую лежанку кошкам, чтобы они на стульях не лежали. Потому что они все лежат на стульях возле батареи. И постоянно в волосах все стулья. Он Леша уже заценил его. Валя моя сфоткалась, я вам, наверное, фотки сейчас вставлю, потому что сейчас он не лежит в нем. А, ну внутри там вот такие пластины, то есть мы эти пластины, они на двустороннем скотче приклеиваем по дому и все. И типа они туда залазят и сами себя кастрируют. Милана себе захотела вот такую штучку воды-воды. Типа маркентинг все-таки работает. Вот это. То есть дети покупают эту фигню, которая стоит дороже, чем аналоговая вода в рост за 16 рублей. Купили немножко салатиков и набор помидоров и огурц. И сколько он там стоил? 59 рублей. Ну, это все, наверное, интересные покупки. Остальное я вам не буду показывать, вам не будет интересно. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем спасибо за внимание. С вами был Закупач. Подписывайтесь на мой инстаграм и группу ВКонтакте. Пока. Лешечка, тебе-то нравится? Да? Ну ты мой хороший. Леша, Леша хорош. Кс-кс-кс. Окей, окей, окей. Я люблю белое, желтое золото. Окей, окей, окей. Одета и стильно, но стильно не значит, что дорого, хоть это и дорого, что завтра надену. Вопрос этот спорный, но сегодня, что сегодня. Субтитры сделал DimaTorzok